Свердловский бой! Что себе? Каждая. Опустили в лунки у моста в Туринской Слободе. Суммарно под лед заложили 120 килограммов промышленной взрывчатки. Значит, взрывного вещества они закладывают приблизительно на каждый мост. Значит, у них взрывчатое вещество по 4 килограмма. Они закладывают 30 снарядов по 4 килограмма, получается, на обработку одного моста. Технология ледового подрыва отработана до мелочей. Сначала специалисты «Автодора», вооружившись бензиновыми мотобурами, словно рыбаки бурят лунки на определенном расстоянии друг от друга, притом с одной и с другой стороны низководного моста. Затем взрывники скотчем приматывают к взрывным колбасам огнепроводные шнуры, которые по старинке неправильно называют бигфордовыми. К моменту подрыва дорожники МЧСовцы на время перекрывают движения по мосту. Из берега взрывник отправляет огненный импульс к капсюль детонаторам. Но прежде всего округу оглашает пронзительный вой предупредительной сирены. Взрывообразное освобождение моста ото льда – занятие отнюдь не дешевое. Каждый обработанный таким образом мост обходится бюджету в 200-300 тысяч. Но это дешевле и лучше, чем в период половодья потратить миллионы на восстановление разрушенных мостов. Накануне, кроме Туринской Слободы, лед был взорван на подъезде к деревне Макуй, возле сел Жуковская и Липовская и у деревни Галактионовка. За неделю до того лед на Туре попилили возле деревни Решетниково в Слободотуринском околотке и за околицей деревни Кольтюково в Туринском округе. На Свердловщине с каждым годом все меньше ветхих и низководных мостов. В прошлом году по поручению главы региона Махнева был сооружен новый мост, который заменил старенький низководный. Тот каждую весну заливала водой. Сегодня дорожники чистят русла водопропускных труб, а таковых на региональных трассах больше 15 тысяч штук. Скопившиеся за зиму снег и лед сгребают за обочины дорог. Свердловск-Автодор на этих фронтах сезонных боев намерен задействовать более 650 единиц дорожной техники.